михаил ходорковский в очередной раз разоткровенничался что вы еще не знали о наших в кавычках беглых либералах казалось бы ну какое еще откровение можно про них и от них услышать особенно после того как они демонстративно собрав свои монатки отчалили кто куда преимущественно в страны с показателями демократии от высокого до высочайшего но как оказалось чем дальше в лес тем толще партизаны сидя высочайших демократиях наши в кавычках беглые либералы совершенно распоясались в том что касается этих самых откровений и фонтанирует ими как фонтан дружбы народов своей максимальной работоспособности михаил ходорковский инагент один из светочей ельцинского либерализма признался тут что корпорации юкас по сути владел инвестиционный банкир лорд джейкоб ротшильд 4 барон ротшильд из британского клана ротшильдов который в компании выполнял роль так называемого проектора лица который выполняет функции человека следящего за тем что происходит компания юкас была образована в 1993 году на базе государственных предприятий юганск нефтегаз и куйбышевский орк синтез основными совладельцами юкаса стали михаил ходорковский и платон лебедев в 2000 году юкас сформировал международный независимый совет директоров которые вошли представители мирового бизнес-сообщества и стал крупнейшей нефтяной компании в россии в 2003 году власти россия винили руководство компании в экономических преступлениях и наложили на компанию крупнейший в российской истории штрафы и пенни их общая сумма за 2000-2003 годы составила 582 миллиарда рублей а за мошенничество и уклонение от уплаты налогов ходорковский и лебедев были осуждены и вот сейчас ходорковский рассказал всем нам что этот проектор должен был быть независимым и пользовался доверием потому что если он заметит что держатель контрольного пакета акций действую под давлением то должен был вскрыть конверт и передать контрольный пакет другому человеку что и было сделано когда мишу отправили на нары на этот случай юкас должен был возглавить соратник ходорковского леонид невзлин инагент но у них ни черта не вышло потому что российские власти принудительно выкупили компанию чем по сути и и национализировали и тот и другой включая четвертого барона остались сносом не считая конечно того что ранее успели вывести за бугор миллиарды смотря на все это из наших сегодняшних реалий удивляться в принципе нечему ни для кого сейчас не секрет что в приоритете у англосаксонской элиты всегда была россия с ее несметными богатствами и прибрать их своим лапам было чуть ли не главная их цель и тут наступили благословенные в кавычках 90 с их лихой псевдодемократии приватизации и черт-знай чем еще которые открыли все двери западной нечисти выстили им под ноги ковровую дорожку и встретили их с песнями и плясками нечисть как поперла сюда сама так и заручалась помощью ранее завербованных агентов на местах как раз таких как ходорковский которые под приватизацию так удачно для себя и для них и раздербанили нашу государственную собственность но тут к власти в россии пришел путин которого очень долгое время никто на западе и в стане нашего олигархата не воспринимал всерьез начиная с ним бодаться ходорковский скорее всего слабо себе представлял что его ждет и на кого он катит бочку заручившись поддержкой английского сэра четвертого оборона он сидел как он думал в дамках эдаким неприкосновенным башком с которым тягаться нашему президенту якобы было не по зубам поскольку за мишей стояли ротшильды все речь западные финансовые магнаты и миша думал что кремль об них обломает зубы потому что бороться с западными бизнес элитами имея в планах все-таки какую-то определенную интеграцию в мировой рынок который тогда полностью контролировался западом кремлю по мнению миши было не по силам но мишу посадили а потом миша слинял в за границу а с началом наших определенных действий на юго-востоке слиняли из россии и все ротшильды продав свои акции различной компании в которых они еще маячили своим присутствием и с тех пор как россия бросила вызов всем этим коллективным западным четвертым бароном до лордом бароны до лорды прозрели что проморгали и эту страну и ее богатство и ее народ и ее президента и теперь господа и дамы ставки у нас повышены до беспрецедентных пределов речь уже не идет о том кто будет царствовать и всем владеть на рынке а о том что вообще быть или не быть и нам и им но как всегда запад в очередной раз заблуждается и смотрит на все только через призму денег и проигрыш воспринимают как финансовый крах прежде всего у нас же это никогда не было в приоритете у нас ставка россия потому что на вопрос кто победит ответ у нас очевиден и другого быть не может друзья хотим напомнить что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке вместе победим реквизиты для поддержки в описании к видео